Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Почему мы любим притчи? Наверное, потому что они говорят с нами о самом важном. Об истинном счастье и о любви, о дружбе, о предназначении и о смысле жизни. Но не поучают, а лишь намекают, оставляя свободу самому искать смысл их ярких, неожиданных образов. Как мы видим мир? У дороги стояло старое засохшее дерево. Однажды ночью мимо него прошёл вор и испугался. Ему показалось, что это стоит, поджидая его стражник. Прошёл влюблённый юноша, и сердце его радостно забилось. Он принял дерево за свою возлюбленную. Ребёнок, напуганный страшными сказками, увидев дерево, расплакался. Он решил, что это привидение. Но дерево было только деревом. Мы видим мир таким, каковы мы сами. В темноте Однажды ночью Хаджан Асреддин вышел во двор и увидел своего соседа. Тот ходил по двору с лампой в руках и что-то искал. Асреддин окликнул его. «Что ты здесь ищешь в темноте?» «Жена потеряла кремень, и мне нечем разжечь трубку». «У тебя же есть лампа», — заметил Мала. «Прикурь от неё». Сосед озадаченно поднял голову. «Мне это не пришло в голову». «Да», — сказал Асреддин, — «мы слишком умные. У нас есть лампа, а мы ищем кремень, чтобы разжечь огонь». «Что нас учит?» «Учиться можно у любой вещи», — говорил Рабий своим ученикам. «Всё в этом мире существует, чтобы наставлять нас». «Чему же учит нас?» — с сомнением спросил один Хасид. «Железная дорога». «Тому, что, опоздав на мгновение, ты можешь упустить всё». «А телеграф?» «Тому, что каждое наше слово учитывается». «А телефон?» «Всё, что мы говорим здесь, слышно там». «Волон у дороги». Однажды в дороге хан повстречался с Дирвишем. Хан был в хорошем расположении духа и разговорился с попутчиком. «Когда я был молод, я тоже всё искал истину», — сообщил он. «Прекрасное было время». «А теперь дела, заботы, придворные интриги. Да интерес к поискам исчез». «Скажи, а чего это?» «Взгляни, хан, как великолепна эта гора». «Да, воистину так». «Видишь тут валуну дороги?» «Давай зайдём за него и будем оттуда любоваться горой». «В своём ли ты уме, старик? Если мы за него зайдём, то никакой горы не увидим. Всё заслонит валун». «Так и ты, хан, зашёл туда, где истину не только не видно. Но даже желания искать её нет». Задача императора Однажды великий император Акбар пришёл в суд. Он нарисовал на стене линию и спросил судей. «Как сделать эту линию короче, не касаясь её?» Все задачи намолчали. Вдруг один человек засмеялся. Это был известный шутник Пербал. Он подошёл к стене и нарисовал над линией, начерченной Акбаром, другую линию, длиннее первой. «Смотри, император, я сделал твою линию короче, не касаясь её. Ведь величина и длина относительны». Лоскуток льна Авва Евлогий был однажды так грустен, что не смог этого скрыть. «Почему ты грустишь, отче?» Спросил его один из старцев. «Я усомнился в способности братьев познавать великие истины. Трижды я показывал им льняной лоскуток с нарисованной на нём красной точкой и спрашивал, что они видят. И трижды они ответили красную точку. И никто не сказал лоскуток льна». Великое открытие Один человек, желавший стать мудрым, пришёл к Равин. «Скажи, что мне сделать, чтобы стать мудрецом?» «Выйди на улицу и постой некоторое время под дождём», — ответил Равин. «Человек удивился. Разве это поможет?» Но вышел под дождь. Он чувствовал себя очень глупо и к тому же до нитки промок. Через десять минут он вернулся и спросил. «Я сделал, как ты мне сказал. Что теперь?» «Пока ты стоял под дождём, посетило ли тебя какое-нибудь озарение?» «Какое там озарение? Я думал, что веду себя как глупец». «Это великое открытие», — сказал Равин. «Теперь ты на правильном пути. Если ты знаешь, что ты глупец, ты начинаешь становиться мудрым». Изменения уже начались. Лёгкий крест Один человек считал свою жизнь невыносимо тяжёлой. И пришёл он однажды к Богу, рассказал о своих несчастьях и попросил. «Дай мне, Господи, другую судьбу, другой крест, полегче». Посмотрел Бог на человека с улыбкой, завёл его в хранилище, где лежали человеческие кресты, и сказал. «Выбирай». «Каких только крестов там не было, и маленьких, и больших, и средних, и тяжёлых, и лёгких». После долгих поисков человек, наконец, выбрал самый лёгкий и маленький крест и вновь обратился к Богу. «Можно мне взять этот?» «Бери», — ответил Господь. «Но ведь это и есть твой собственный крест». «На что похож слон?» Один богач привёз из Индии слона. Однажды в сарае, где стоял слон, пробрались четверо слепых. Им было интересно узнать, что это за животное. Но так как они ничего не видели, то могли лишь ощупывать слона руками. Первый слепой, дотронувшись до его уха, воскликнул. «Слон похож на огромное опахало». Второй обхватил ногу и сказал. «Нет, слон крепок и могуч, как колонна». Третий погладил бок. «Что вы спорите? Слон подобен стене». Четвёртый потрогал хобот. «Слон напоминает гибкую трубу». Они долго спорили, но ни один не был близок к истине, так как не мог представить целого слона. Признаки святости Один человек много лет мечтал найти учителя. Его старинный приятель, узнав об этом, взялся ему помочь. «Я знаю одного святого человека. Он живёт на вершине горы. Если хочешь, я отведу тебя к нему». Когда друзья поднимались к обители отшельника, их застал сильный снегопад. Устав от долгого пути, они решили отдохнуть у источника. «Откуда ты знаешь, что этот отшельник святой?» спросил человек своего друга. «Это сразу видно», – ответил тот. «Он ходит в белых одеждах, питается только растительной пищей и пьёт только воду. Он усмиряет свою плоть, протыкая ноги гвоздями, раздетым лежит на снегу и каждую неделю получает по двадцать ударов хлыстом от своего ученика». Приятели уже собирались идти дальше, но в эту минуту к источнику привели белую лошадь. Попив воды и пожевав травы, она легла в снег. Увидев это, человек, мечтавший найти учителя, встал и сказал. «Я ухожу. Смотри, вот лошадь. Она ест траву и пьёт воду, её копыта утыканы гвоздями, она валяется в снегу и, я уверен, получает по двадцать ударов хлыстом каждый день. Однако она не более чем лошадь». «Ты всё ещё несёшь её». Как-то два монаха, Танзана и Экида, возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, Танзан взял её на руки и перенёс через него. На закате уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу Экида, не сдержался и упрекнул товарища. «Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним». «Я перенёс девушку через ручей», – ответил Танзан, – «и оставил там, на дороге. А ты всё ещё несёшь её». Жизнь прошла зря. Молана Средин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть учёностью, спросил на Средина. «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет», – некогда бы не отмахнулся на Средин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила в лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда на Средин поинтересовался. «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», – признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», – заметил на Средин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу. ЧАШКА ЧАЯ Один профессор пришел к известному учителю Цзэн Наныну, чтобы узнать о Цзэн. Нанын предложил ему выпить чаю и стал наполнять чашку. Чашка уже была полна, но мастер все лил и лил в нее чай. Профессор долго следил за ним и, наконец, не выдержал. «Что вы делаете? Чашка переполнена. В нее больше ничего не войдет». «Так же, как эта чашка», – ответил Нанын. «Вы полны ваших собственных мнений и знаний. Как я смогу показать вам Цзэн, если вы не опустошили свою чашку?» Бунда и слепой. Как-то раз к Бунде привели слепого. «Этот слепой, – сказали люди, – не верит в существование света и доказывает всем, что света нет. У него острый ум, и мы не можем разубедить его». И даже сами стали сомневаться в существовании света. «Он говорит, если свет существует, дайте мне потрогать его, попробовать на вкус или понюхать. Или ударьте по нему, тогда я услышу, как он звучит. Помоги нам убедить его в том, что свет существует». Бунда ответил, – слепой прав, для него свет не существует. «Почему он должен верить в него?» «Ему нужен врач, а не проповедник». Бунда позвал врача и попросил осмотреть слепого. «Ничего особенного, – сказал врач. – За полгода я смогу вылечить его». Бунда попросил врача сделать это, а слепого попросил не спорить, пока не выздоровеет. Через полгода бывший слепой и со слезами радости на глазах пришел к Будде и припал к его ногам. «Вот теперь мы можем поспорить», – сказал Бунда. «Где спрятаться Богу?» «Говорят, после того, как Бог создал мир, человек развил бурную деятельность и вскоре шагнул за пределы дозволенного. Это очень обеспокоило Бога. Он созвал на совет архангелов и сказал, – «Боюсь, создав человека, я совершил ошибку. Теперь мне не будет покоя. Люди станут постоянно нарушать границы дозволенного, а потом бесконечно жаловаться на свою несчастную жизнь. Куда мне спрятаться от них?» Долго думали архангелы, где же скрыться Богу, чтобы его не нашли. На вершине самой высокой горы? «Но люди скоро доберутся туда. На дне океана? На луне?» Было множество предложений, но Бог все отверг. «Наконец, один архангел посоветовал, спрячься в сердце человека. Там тебя никто не будет беспокоить, а найдет лишь тот, чье сердце открыто». Это предложение понравилось Богу. Он так и поступил. Истинный философ Один из учеников спросил Сократа, «Почему я ни разу не видел на твоем челе признаков печали? Ты всегда в хорошем настроении». Сократ ответил, «Потому что я не обладаю ничем таким, о чем стал бы жалеть, если бы это утратил». Истинный философ боится лишь духовной смерти, забвения. Но тот, кто всю жизнь стремился к радости познания, а душу украшал подлинными драгоценностями, воздержанностью, справедливостью, мужеством, свободой и истины, Тот может не тревожиться о себе и смело спускаться в Аид тотчас, как позовет судьба. А что потом? Молодой человек пришел к отцу, чтобы поделиться с ним радостью. «Отец, поздравь меня, я поступил в университет. Мои мечты сбылись», – сказал он. «Я рад за тебя», – ответил отец. «Значит, теперь ты будешь учиться». «А что дальше?» «Через четыре года я окончу университет с отличием и получу диплом юриста». «А что потом?» «Потом я буду работать день и ночь и стану известным адвокатом». «А потом?» «Женюсь, воспитаю детей, помогу им получить хорошую профессию». «А что потом?» «Потом я уйду на заслуженный отдых, буду радоваться, глядя на детей, внуков и покоиться в доброй старости». «Но что же будет потом?» – не внимался отец. «Потом», – юноша задумался, – «да, никто из нас не вечен, как и все люди, я когда-нибудь умру». «А что потом?» «Дорогой сын, что же будет потом?» «Сын надолго умолк и потом тихо сказал». «Спасибо, отец. Я понял. Я забыл главное». «Круг знаний». Гуляя в тенистой роще, Аноксимен беседовал со своим учеником. «Скажи мне, – спросил юноша учителя, – почему тебе часто одаревают сомнения? Ты прожил долгую жизнь, у тебя богатый опыт, ты учился у великих эллинов. Как же так получилось, что столь многое тебе до сих пор не ясно?» Философ начертел посохом на земле два круга – маленький и большой. «Твои знания подобны маленькому кругу, мои большому». Вне этих кругов – неизвестность. Чем шире круг познаний, тем с большей областью неизвестного он граничит. И чем больше человек узнает, тем больше вопросов у него появляется. «Лёгкий путь» Хаджена Средина обратился к людям со словами. «Хотите ли вы знания без преодоления трудностей, истину без заблуждения, достижения без усилия, продвижения вперед без жертвы?» Все закричали. «Хотим, хотим!» «Чудесно!» – сказал Насредин. «Я тоже хочу!» «И если когда-нибудь узнаю, как это сделать, с радостью сообщу вам». «Купи же билет!» Один человек мечтал выиграть в лотерее. Каждый день он приходил в храм, вставал на колени и просил Бога. «Господи, помоги мне выиграть в лотерее!» Прошел месяц, второй. Однажды человек, как обычно, пришел в храм, встал на колени и стал молиться. «Господи, ну дай же мне выиграть в лотерее! Ведь другие выигрывают! Что тебе стоит?» Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего. «Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!» Смельчак по неволе Как-то раз во время праздника много горожан собралось на мосту, чтобы смотреть представление. Вдруг с моста упала маленькая девочка. Началась паника, раздались крики «помогите!», но никто не решался прыгнуть в реку, чтобы спасти тонущего ребенка. Наконец нашелся Смельчак. Он прыгнул вниз, схватил девочку и, отчаянно барахтаясь, поплыл к берегу. На берегу его встретили как героя. Однако, выслушав поздравления восхищенных его смелостью людей, он ответил. «Спасибо! Только я хотел бы знать, кто столкнул меня в воду, ведь я не умею плавать». «Вставай!» Ученик спросил своего наставника. «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении?» «Вставай!» «А если я снова упаду?» «Я снова скажу тебе, вставай!» «И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься?» «Падай и поднимайся, пока жив!» «Те, кто упали, не поднялись, мертвы!» «Лягушка и грузовик» Однажды лягушка скакала по грязной деревенской дороге и попала в глубокую колею. И сколько она ни старалась выбраться из нее, ничего не получалось. Не помогли даже другие лягушки, которые давали советы и всячески ее подбадривали. Наступил вечер, и расстроенные они ускакали, оставив лягушку на произвол судьбы. Было ясно, что ночью она погибнет. Но утром, к своему огромному удивлению, они увидели, что лягушка весело скачет у дороги. «Как тебе удалось выбраться?» Стали наперебой спрашивать они. «Очень просто», — ответила лягушка. «Появился грузовик, и мне пришлось выбраться». «Препятствия во мне» У Суфи однажды спросили, «Кто направил тебя на путь?» Он ответил. «Пес, как-то раз я увидел пса». Его мучилась жажда, он стоял у воды, но всякий раз, наклоняясь к ней, видел свое отражение, пугался и отскакивал. Он думал, что там другая собака. Но когда жажда стала нестерпимой, пёс отбросил страх и прыгнул в воду. Отражение исчезло. Пёс обнаружил, что препятствие, которым был он сам, между ним и тем, что он искал, исчезло. Два волка Как-то раз старый индеец сказал своему внуку, «В каждом человеке борются два волка. Один волк представляет всё зло, какое есть в человеке. Зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой представляет добро. Любовь, надежду, уважение к другим, доброту, верность, мудрость». Маленький индеец задумался и спросил, «А какой побеждает?» Старик едва заметно улыбнулся и ответил, «Тот, которого ты кормишь». Ночная прогулка Один из учеников мастера Сингай частенько по ночам убегал из монастыря в город развлекаться. Однажды ночью, разыскивая его, Сингай нашёл высокий табурет, который тот подставлял, чтобы перерезать через стену. Мастер отодвинул табурет и встал на это место. Понутро бродяга вернулся. Ни о чём не подозревая, он встал на голову учителя и спрыгнул на землю. Увидев, что он сделал, ученик был поражён. «По утрам уже очень холодно. Смотри, не простудись», — сказал ему старый учитель. С тех пор ученик никогда больше не уходил из монастыря. «Что тебе нужно?» Однажды к старому мастеру пришёл юноша. «Что тебе нужно?» — спросил мастер. «Возьми меня, ученики», — попросил молодой человек. «Я хочу стать сильным и непобедимым». «Так стань. Если ты будешь добрым, вежливым и внимательным, тебя все будут уважать. Твой дух станет чистым и добрым, а значит сильным. Внимательность поможет тебе предотвращать конфликты и находить мирное решение проблем, а значит выигрывать бой, не вступая в него. И ты станешь непобедимым». «Почему?» «Потому что тебе просто не с кем будет сражаться». Юноша ушёл. Через несколько лет он снова вернулся к старому учителю. «Что тебе нужно?» — спросил тот. «Я хотел лишь узнать, как ваше здоровье и не нужна ли вам помощь». И мастер взял его в ученики. «Всё в твоих руках». У одного мастера было очень много учеников. Самый способный из них однажды задумался, «А есть ли вопрос, на который наш учитель не сможет дать ответ?» Он поймал на лугу самую красивую бабочку и спрятал её в ладонях. Потом пришёл к мастеру и спросил. «Скажи, учитель, какую бабочку, живую или мёртвую, держу я в ладонях?» Он был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на ученика, мастер ответил. «Всё в твоих руках». Серьёзная проблема Как-то раз молодой монах обратился к настоятелю с просьбой помочь ему решить серьёзную проблему. Настоятель согласился, но попросил юношу подождать до вечера. Когда монахи уже стали готовиться ко сну, к ним вышёл настоятель и спросил. «Где тот из вас, кто не может решить серьёзную проблему?» Покрасневший от стыда юноша вышел вперёд. «Братья!» – обратился к другим ученикам настоятель. Этого человека весь день мучилась серьёзная проблема. Но он так и не попытался решить её. Если бы его голова вдруг оказалась под водой, он не стал бы ждать ни минуты и попытался бы её вытащить. Разве может быть серьёзная проблема, которую можно терпеть целый день? С чего начать? Раби Зуси решил изменить мир. Но мир такой огромный, а Зуси такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свой город. Но город такой большой, а Зуси такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свою семью. Но у Зуси такая большая семья, одних детей десяток. Так Зуси добрался до того единственного, что он в силах изменить, будучи таким маленьким. Самого себя. Волшебный посох Давным-давно в одной деревне жил человек. Он не мог ходить и с самого детства лежал на печи. И вот как-то раз к нему зашёл путник и попросил воды. Человек заплакал и сказал, я не могу помочь тебе, я не могу ходить. – А давно ли ты пробовал? – спросил старец. Человек не помнил. Он не помнил даже, сколько лет лежал на печи. Так давно не пытался он встать. – Вот волшебный посох! – сказал старик и протянул ему палку. – Обопрись на него и сходи за водой. Человек обхватил руками посох и вдруг встал. Он заплакал от счастья. – Как мне отблагодарить тебя, добрый человек? Какой чудесный посох ты мне дал? – Это обыкновенная палка. – Я подобрал её у тебя во дворе! – ответил путник. Стреляй сразу! Молодой самурай обучался искусству стрельбы из лука. Он держал в руках лук и стрелы и пытался на глаз определить расстояние до мишени. Мимо проходил старый монах. Он остановился и сказал юноше. Ты не станешь хорошим стрелком, если будешь стрелять, зная, что сможешь исправить промах. В бою не будет такой возможности. Научись поражать цель с первого раза и всегда помни, что у тебя есть только одна стрела. Поступай так же и в жизни. Всякое дело делай сразу, не надеясь, что потом можно будет что-то исправить. Понял ли? Суфий, давая наставление своему ученику, спросил его. Понял ли ты мои объяснения? Понял, ответил ученик. Ты сказал неправду. Ведь о понимании свидетельствовала бы радость, которая отразилась бы на твоем лице, а не твой ответ. Булыжник Некий Мадзу уединенно жил в лесу и целыми днями предавался медитации, надеясь стать Буддой. Однажды мастер Дзен, проходивший мимо, попросил Мадзу пустить его переночевать. Но тот сделал вид, что не слышен. Тогда мастер взял камень, сел неподалеку и принялся усердно его шлифовать. В конце концов Мадзу не выдержал и спросил. Что вы делаете? Зеркало, ответил мастер Дзен. А разве можно превратить в зеркало булыжник? Воскликнул Мадзу. А разве можно стать Буддой, не имея сердца? Ответил мастер. Разбитая ваза Однажды мудрец, чей дом славился замечательной коллекцией произведений искусства, пригласил к себе гостей, чтобы в философских беседах за чашей вина с пользой провести время. Вдруг его слуга случайно уронил на пол очень дорогую вазу, и та в древеске разбилась. Гости замолчали и принялись гадать, какая кара обрушится на виновника. Однако хозяин продолжал сохранять невозмутимое спокойствие. И тогда гости спросили его. Неужели ты не накажешь этого нерадивого слугу? Ведь он уничтожил бесценное сокровище. Нет, друзья мои, ответил хозяин. Я не буду наказывать его тотчас же. Я слишком расстроен и сейчас не смогу быть справедливым. Не ешь много сахара К Джалладину Руми, известному и уважаемому Суфию, однажды пришла соседка. Она просила повлиять на ее сына, который ел слишком много сахара. Он вас очень уважает и послушается. Руми взглянул на ребенка, доверчиво смотревшего на него, и сказал. Приходите через три недели. Через три недели они пришли, и Руми снова попросил их прийти через три недели. Только на третий раз мудрец сказал мальчику. Сынок, послушай мой совет. Не ешь много сахара. Это вредно. Раз вы мне советуете, я больше не буду этого делать, сказал мальчик. Обрадованная мать спросила Руми, почему он не сказал этого сразу, ведь это так просто. И Руми ответил, что сам любил сахар. И прежде чем дать совет, ему самому пришлось избавиться от этой слабости. Он решил, что трех недель будет достаточно, но ошибся. Истинный учитель никогда не станет учить тому, чего не преодолел в себе. Лампадка старушки Однажды вечером Бунна должен был читать проповедь на горе. Его ожидала огромная толпа. Семнело, и каждый зажег свою лампадку, чтобы встретить учителю. Одна старая женщина принесла лампадку поменьше и похуже, чем у всех остальных. Несмотря на насмешки, она поставила ее рядом с другими. Лампадка была едва наполнена маслом. Женщина была так бедна, что ей пришлось продать все свое имущество, даже собственные волосы, чтобы купить эту маленькую лампадку. Внезапно поднялась буря и погасила все огни, кроме лампадки старушки. Ведь ее, самую маленькую, защищали от ветра другие лампады, и только ее пламя осталось светить в темноте. Тогда Бунда взял эту лампадку и зажег от нее одну за другой все остальные. А затем сказал, до тех пор, пока останется хоть одна искра, надежда не потеряна. Можете забрать их себе Как-то раз несколько человек принялись злобно оскорблять Будду. Он слушал молча, очень спокойно. И потому им стало не по себе. Один из этих людей обратился к Будде. В чем дело? Тебя что, не задевают наши слова? Ваше дело решать, оскорблять меня или нет, ответил Будда. А мое, принимать ваши оскорбления или нет? Я отказываюсь принимать их. Можете забрать их себе. Пять важных вещей Прежде чем положить карандаш в коробку, мастер отложил его в сторону. Есть пять вещей, которые ты должен узнать, сказал он к карандашу, прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них, и ты станешь лучшим карандашом. Первое. Ты сделаешь много великого, но лишь в том случае, если позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Время от времени ты будешь переживать болезненное обтачивание, но оно необходимо, чтобы ты мог лучше рисовать. Третье. Ты сможешь исправлять ошибки, которые совершишь. Четвертое. То, что наиболее ценно и важно в тебе, будет всегда внутри тебя самого. И пятое. На какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оставлять свой след. Каким бы ни было твое состояние, ты должен продолжать писать. Подлинное чудо. Один человек приехал издалека, чтобы воочию убедиться о способностях прославленного учителя. Но ничего необычного не увидел и спросил кого-то из учеников. Где же хваленые чудеса, которые творит твой учитель? Смотря что ты называешь чудесами. В твоей стране принято считать чудом, если Бог исполнит чудо-волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнит волю Бога. В чем твой долг? Один монах сказал старцу. Не всегда легко узнать, в чем состоит твой долг. Наоборот, очень легко, отвечал старец. Это то, что тебе меньше всего хочется делать. Кусочек глины. Когда Бог слепил человека из глины, у него остался неиспользованный кусочек. «Что же еще слепить тебе?» Спросил Бог человека. «Слепи мне счастье!» Попросил тот. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Немного серебра. Один человек пришел к мудрецу и спросил его. «Правда ли, что деньги меняют человека?» Мудрец подвел пришедшего к окну и спросил, что он видит на улице. «Людей», — ответил тот. «Теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь?» «Вижу себя». «А ведь окно и зеркало сделаны из одного и того же стекла», — сказал мудрец. «Стоит добавить немного серебра, и ты видишь только себя». «Листья салата». После утренней проповеди молодой монах мыл листья салата. К нему подошел другой монах и, желая испытать его, спросил. «Можешь ли ты повторить, что говорил настоятель сегодня в проповеди?» «Я не помню», — признался юноша. «Как же ты слушаешь проповедь, если ничего не запоминаешь?» «Взгляни, брат. Вода очищает салат, хотя и не остается на его листьях. Салат, тем не менее, становится чистым». «Как стать счастливым» Жил в деревне старик. Он всегда был мрачен, всегда жаловался на судьбу. И чем дольше жил, тем более желчным становился. Люди избегали встреч с ним. Его несчастье было заразительным. Но вот настал день его рождения. Старику исполнилось 80 лет. Он выглядел счастливым. Не жаловался, не ворчал, а улыбался, смеялся. У него даже лицо изменилось. Вскоре у его дома собралась вся деревня. «Что с тобой случилось?» — спрашивали люди старика. «Ничего», — ответил он. «Восемьдесят лет я старался стать счастливым, и ничего не вышло. Так что я решил обойтись без счастья, и теперь счастлив». Шрамы на душе Один мальчик часто злился на других и легко выходил из себя. Как-то раз отец дал ему мешочек с гвоздями и сказал, «Каждый раз, когда ты не сдержишь свой гнев, вбей один гвоздь в столб забора». В первый же день мальчик вбил в столб тридцать семь гвоздей. Но он учился сдерживаться и с каждым днем забивал гвоздей все меньше и меньше. Наконец наступил день, когда мальчик ни разу не вышел из себя. Он рассказал об этом своему отцу, и тот ответил. «Каждый день, когда тебе удастся сдержаться, вытаскивай из столба один гвоздь». Шло время, и однажды мальчик снова пришел к отцу и сказал, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты справился с заданием. Но смотри, сколько в столбе осталось дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Так и с человеком. Когда ты говоришь злое слово, на его душе остается шрам, такой же, как эти дыры. Даже если ты потом извинишься, шрам все равно останется. Береги своих друзей. Показывай им, как много они для тебя значат». Хрупкий подарок. В одном из селений жил мудрец. Он любил детей и часто доил им что-нибудь. Но всегда это были очень хрупкие предметы. Дети старались обращаться с ними осторожно, но их новые игрушки часто ломались, и они очень горевали. Мудрец снова доил им игрушки, но еще более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему. «Ты мудрый и добрый человек. Зачем же ты даришь нашим детям хрупкие игрушки? Они горько плачут, когда игрушки ломаются». «Пройдет совсем немного лет», – улыбнулся мудрец. «И кто-то подарит им свое сердце. Может быть, с моей помощью они научатся обращаться с этим бесценным даром бережне». Горчичные зерна Однажды к Будде пришла женщина, у которой только что умер маленький ребенок. Он был ее единственной радостью, смыслом всей жизни. «Помоги мне, владыка», – спросила она вся в слезах. Будда мягко улыбнулся и сказал ей, «Пойди в город и попроси немного горчичных зерен в доме, где никто не умирал. Принеси эти зерна мне, и я тебе помогу». Женщина побежала в город, в ее сердце затеплилась надежда. Она ходила из дома в дом, но в каждом слышала одни и те же слова. «Нам не жалко горчичных зерен. Мы дадим тебе их сколько угодно». Но смерть посещала наш дом. В каждой семье хоть раз кто-то умирал. Женщина ходила весь день и, наконец, поняла великую истину. Смерть – это часть жизни, ее другая сторона. Когда она вечером вернулась к Будде с пустыми руками, то спросил, «Где же горчичные зерна?» Женщина улыбнулась и ответила, «Просвети меня, учитель. Я бы хотел опознать то, что никогда не умирает». Пифагорейская дружба В древних сиракузах жили два пифагорейца – Финти и Дамон. Однажды тиран Дионисий решил жестоко испытать одного из них. Финти был объявлен изменником и приговорен к смерти. «Позволь мне отлучиться до вечера, чтобы владеть свои дела», – попросил Финти тирана. «А вместо меня останется Дамон». Дионисия позабавила этого ловко, но он согласился. Наступил вечер, и тиран насмехался над доверчивостью Дамона. Но на закате дня явился Финти, чтобы умереть. Пораженный Дионисий воскликнул, «Ты прощен, а мне позвольте быть вашим другом». Следы на песке Как-то раз одному человеку приснился сон, будто идет он по песчаному берегу, а рядом с ним Господь. И начал человек вспоминать события своей жизни. Вспоминал радостные и замечал на песке две цепочки следов – своих и Господа. Припоминал несчастье и видел лишь одну. Опечалился тогда человек и стал спрашивать Господа. «Не ты ли говорил мне, если, последуя путем твоим, ты не оставишь меня? Почему же в самые трудные времена лишь одна цепочка следов тянулась по песку? «Почему ты покидал меня, когда я больше всего в тебе нуждался?» Господь ответил, «Я никогда тебя не покидал. Лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, когда были в твоей жизни горе и испытания, потому что тогда я нес тебя на руках». Солнце и лампадка «Кто тут есть, чтобы продолжать мое дело?» – спросило заходящее солнце. «Я сделаю все, что могу, повелитель», – ответила глиняная лампадка. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости! А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok